Всем доброго дня. Про теплицу зимнюю и ее устройство, так сказать, коротко. Смотрите, короб сделан из сотки, USB с двух сторон, как канадская технология с помощью ревер жесткости. Все это запенено. Поликарбан. Взяли просто обычную арочную конструкцию, то есть вот она стоит арочная теплица. Сначала ее обшили четверкой сверху и потом бруском. Видите, брусок идет. Была ошибка в том, что брусок сделали сплошной, а надо было делать, надо было делать. Там стоит вентилятор, который обдувает внутренний лист, потому что если вы этого не сделать, не будет обдувать между поликарбонатами воздуха движения, то у вас будет образовываться конденсат на внутреннем листе. Это уже доказано, пройдено. Он будет капать. В общем, поэтому вырезается вентилятор канальный. И надо делать первый раз и полметра не дошли, чтобы воздух вот так циркулировал. И следующее. Но он как-то просачивается. В общем, лист у нас сухой. Это снаружи. То есть, внутри четверка, снаружи десятка. Дальше. Самое главное в этой теплице, это вентиляция. Принудительно, приточная вентиляция. То есть, воздух забирает, воздух втягивает холодный. Это на автоматике. Это без этого никуда. Абсолютно никуда. Дверь теплая, тамбур обязательно и отсечки воздуха. Видите, емкость с водой, чтобы была теплая. Два вентиляционных. И вот этот вот сверху берет теплый воздух и закачивает в полости. Также вот там второй, мы его сейчас отсоединили. Видите, листы все сухие внутри. Следующее. Что? Вентиляция, продувка, грядки. Грядки, конечно, я ошибочно сделал. Думали, что мы будем просаду внизу всякую там в темноте рассаживать. Все это ничего не надо. То есть, можно было грядки сделать ниже. И там сделать внизу зазор сантиметров тридцать, чтобы какой-то инвентарь складывать. Сделано, сделано. Просто ошибок много сделано. Освещение. Конечно, надо всегда вешать не вот эту всю фигню, а именно освещение покупать дорогие. Лампы днатовские, тепличные, именно тепличные. Тут на такое, например, здесь три на шесть, ой, три на пять, хватило бы одной спокойной лампы. Она стоит на фрадионе 15-25 тысяч. Ну, а у ней огромное потребление. Там до киловатта в час. Что сейчас? Вот у нас огурчики поснимал я вчера. Помидорок уже снимали даже на салате. Вот еще один поспел. Но, если кто помнит, кто за нами наблюдает, вот эту вся почву немножко подпортили. У нас здесь была белокрылка, и мы ее травили, травили, чем только не травили. Надо будет сейчас перед сезоном вырвать здесь все и замешать по новой почве. То есть берется почву смесь и добавляется там всякие перлит, вермикулит, глина, зова и так далее. Поэтому, кто хочет делать зимнюю теплицу, вот видите, пол тоже теплый. Это очень затратно в плане первое постройки финансово и второе по обслуживанию. То есть электричество, свет электричество. Ну, вроде бы все. Здесь у нас стена холодная, северная, ну то есть утепленная, без поликрана. Торцы тоже пенопластом утепленные сразу же. Здесь тоже, здесь пушка на дверю, запасная, клапана стоят. Как-то вот так вот. Смотрите у нас просто, если вы обратите внимание и скажете, что здесь так все плохо, никто здесь не смотрит практически. Практически мы не смотрим за ней. Поэтому вот в таком она у нас сама росте, сама растет. Все по себе, своим ходом.